Прикоснуться к памяти. В Волгограде сделал остановку не обычной, а ретро-поезд Победа. Он почти в точности воссоздает составы, которые курсировали по стране во время Великой Отечественной, перевозили солдат и боевую технику. Встречать поезд пришли сотни волгоградцев и ветеранов Великой Отечественной. Слово Светлане Олегбаровой. Такой состав на железнодорожном вокзале Волгоград-1 встречать еще не приходилось. Настоящий музей на колесах. Теплушки и платформы для перевозки орудий и боеприпасов датированы 30-ми годами прошлого столетия. Внутри сохранены все атрибуты военного времени. Печка-буржуйка, лежаки и многое другое. Паровоз, правда, выпущен уже после Великой Отечественной в 50-х, но в движение приводится по старинке углем. Все, как в пору военной молодости, отмечали ветераны, пришедшие встречать необычный ретро-поезд. Пришел вот сюда посмотреть на этот самый ретро-поезд и вполне доволен. Он в годы войны как раз полностью возобновляет у нас память. В составе поезда и штабной люкс. В офицерском вагоне, как утверждают историки, несколько месяцев руководил боевыми операциями легендарный советский полководец Георгий Константинович Жуков. Во время войны в этом вагоне находились штабы, значит, на разных фронтах и разных военно-начальникам. Есть сведения о том, что три месяца в этом вагоне работал Жуков. Если говорить об этом составе, то можно сказать, что они являются экспонатами музея железнодорожной техники. Экспонаты действующие. Эшелон хоть и музейный экспонат, но участвовал в реальных боях Великой Отечественной. Его отреставрировали, поставили на ход. Кстати, железнодорожники отмечают, что основа вагонов, то есть колесная база, сохранилась практически в оригинале. Очень интересно, очень красиво все. Даже не ожидали, что так будет. Даже для ребенка очень все интересно смотреть. Конечно, такая мощь. Дитю было под впечатлением, тоже ей очень сильно понравилось. В буквальном смысле прикоснуться к истории Великой Отечественной и почувствовать связь времен. Это, пожалуй, главная цель, с которой ретро-поезд Победы следует из одного населенного пункта в другой. С 700 километров от Ростова-на-Дону до Волгограда несколько десятков населенных пунктов, где 70 лет назад гремели бои и горела земля. Поезд Победы, само название, поезд Победы, это дает нам еще раз возможность не просто вспомнить, а это дает нам возможность всем поколениям думать и помнить о подвиге советского солдата. Солдата, который освободил не только Советский Союз, не только Россию, солдата, который освободил мир. Нынешняя акция памяти уже четвертая по счету. Она посвящена 70-летию Сталинградской битвы и 70-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. Конечная станция ретро-поезда Победа – Белая Калитва. Светлана Олегбарова, Антон Талпа, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.